Кризис бездомности в США углубляется, причем пугающими темпами. На сегодня более полумиллиона американцев являются бездомными, причем каждый четвертый из них имеет работу, но из-за стремительного роста цен на жилье не может себе его позволить. Поэтому каждую ночь в этой стране сотни тысяч людей спят в ночлежках, своих машинах или просто на улицах. Это национальный кризис, который никуда не денется и во время следующего экономического спада будет только усиливаться. Американцы часто считают бездомных, не желающими работать наркоманами, но правда в том, что при этом около четверти бездомного населения состоит из детей. И эта ситуация ухудшается как на восточном, так и на западном побережье. Недавно Джек Теппер из CNN встретился с мэром Лос-Анджелеса Эриком Гарсетти и задал ему вопрос. По данным Лос-Анджелес Таймс, бездомность выросла почти на 50% в вашем городе с тех пор, как вы стали мэром. Из-за растущего числа крыс, привлеченных выбрасываемой пищей и человеческими отходами, на Скит-Роу и других местах, вероятно, вспышка тифа. Многие критики говорят, почему вы проводите кампанию за демократов на промежуточных выборах и путешествуете, когда у вас есть этот огромный кризис на заднем дворе. Мэр был лаконичен и скромен. Я думаю, что это взаимосвязано. В Вашингтоне, округ Колумбия, вы увидите больше бездомных на душу населения, чем в Сиэтле, Сан-Франциско и в других красных и синих городах. У нас кризис психического здоровья. Мэр не может этому помешать. Многие советовали мне никогда не касаться вопроса бездомности, но меня волнует эта тема. Люди умирают на наших улицах от опиоидной зависимости. Люди говорят, что это неразрешимая проблема, но я намерен ее. Он стремится решить этот кризис и все же стало на 50% хуже, пока он был мэром и этот парень мечтает когда-нибудь стать президентом. Можно утверждать, что в Сан-Франциско дела обстоят еще хуже. Во многом благодаря горам человеческих фекалий. Город тратит 65 миллионов в год на уборку улиц. Жилищный кризис в Сан-Франциско также является причиной бездомности, которая порождает кризис общественной дефекации. Город тратит 65 миллионов в год на очистку улиц. Огромная цифра, но она так высока из-за огромного количества фекалий, мочи и грязных игл, которые оказываются на улицах Сан-Франциско. И несмотря на 65 миллионов долларов, улицы Сан-Франциско по-прежнему загажены. Я знаю, что Сан-Франциско стал известен как столица человеческих фекалий США, но кого-то все еще обирают на этой сделке. Недавняя проверка обнаружила 300 человеческих кучек, только в центре Сан-Франциско. Если Сан-Франциско даст мне 65 миллионов в год, я прослежу, чтобы на их улицах было так чисто, что можно было бы поужинать и установлю свежие цветы на каждом углу. В Сиэтле все стало настолько плохо, что один чиновник городского совета Тереза Маскеда предлагает потратить 3 миллиона на палатку-убежище с сотнями кроватями для ночлега бездомных. При этом сумма включает в себя только капитальные затраты на установку палатки, исключая эксплуатационные расходы, которые по оценкам городских чиновников будут стоить дополнительно 2 миллиона. Если вы потратите 3 миллиона, чтобы разместить 100 человек, это значит, что вам придется потратить 30 миллионов, чтобы разместить 1000 человек. И что произойдет, когда в этих городах десятки тысяч людей будут спать на улицах во время следующего экономического кризиса? Кризис бездомности обостряется и на Восточном побережье. В Нью-Йорке за последние десятилетия процент бездомных студентов удвоился, а за последний год вырос на 3%. На сегодня около 10% всех студентов, обучающихся в Нью-Йорке, являются бездомными. Цифра просто шокирующая. Согласно только что опубликованным данным, собранным Министерством жилищного, строительного и городского развития США, в Нью-Джерси бездомность за год выросла на 9%. СМИ продолжают вещать, насколько хорошо работает экономика в США, но если бы это было на самом деле, мы бы не видели таких цифр. Да, небольшая часть населения процветает в последние годы, но большая часть населения испытывает все большие трудности, а средний класс продолжает сокращаться. К сожалению, мы достигли точки, когда даже самое простое жилье недоступно для многих американцев. Из 3000 графств США работник, зарабатывающий федеральную минимальную зарплату в размере 7 долларов 25 центов в час, может позволить себе аренду квартиры со спальни только в 12 графствах. В Сан-Франциско, где средняя цена дома превышает 1,5 миллиона долларов, мать-одиночка, получающая минимальную зарплату, должна будет работать 120 часов в неделю, чтобы удовлетворить свои основные потребности. И даже в недорогостоящих регионах почти 2 трети американских семей не имеют сбережений, чтобы покрыть внезапные затраты на 500 долларов, например, на ремонт автомобиля или здравоохранения. Одна неудача в жизни, и они могут стать бездомными. Стоимость жизни растет из года в год, а наши зарплаты даже не пытаются приблизиться к тому, чтобы компенсировать это. Сотни тысяч людей страдают в этой стране каждую ночь. Подобное не должно происходить в самой великой стране на планете. К сожалению, большинство наших политиков только говорят, а не действуют. И кризис бездомности, вероятно, станет намного хуже, поскольку состояние экономики США продолжает ухудшаться. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями в социальных сетях и обязательно выскажите свою точку зрения в комментариях. Также, чтобы ни в коем случае не пропустить следующее видео, подписывайтесь на канал и заходите на наш сайт. Там много различной аналитики о происходящих событиях в мире. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok